Чем грозит извержение одного из самых опасных вулканов в мире? В какой стране людей предлагают слить в склоречниках? И кому достался главный приз Венецианского кинофестиваля? Об этом и не только в нашем обзоре. Вулкан Килауэва активизировался на Гавайях. Последние годы он время от времени давал о себе знать незначительными извержениями. Но на этот раз из кратера полились целые потоки лавы. Геологической службе удалось заснять вулкан на видео. Килауэва один из самых активных и опасных в мире. Его высота почти 1250 метров над уровнем моря. А основание уходит на дно Тихого океана. Селить людей в домиках-склоречниках предлагают шведы. Они придумали, как использовать горную местность для строительства. Все легко и просто. Дома можно пристраивать к отвесным скалам. По проекту такое жилище площадью 50 квадратных метров идеально подходит для одного или двух человек. Но несмотря на небольшие размеры, дом оснащен всеми удобствами и отопительной системой. Есть кухня и спальня. При этом, если в таких неприхотливых апартаментах захочет поселиться целая семья, два или три дома можно объединить лестницами-туннелями. Кино о Донбассе покажут в Голливуде. Лента «Ини» — копродукция литовских, французских, польских и украинских кинематографистов. В этом году попытает счастье на соискании премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В картине использовано много документальных съемок. А одного из военных журналистов играет известная актриса Ванесса Паради. В украинском прокате «Ини» появится 5 октября. А вот на Венецианском кинофестивале уже определились с победителями. Главный приз «Золотой лев» достался мексиканскому режиссеру Гильермо Дель Торо за фильм «Форма воды». Он поведал историю любви девушки и некоего существа-амфибии и показывал параноидальное настроение в времен холодной войны в США. Второе место у французского режиссера Хавьера Леграно за ленту «Опекун». Гран-при удостоилась израильская драма «Фокстрот». Самуэля Маоза. Венецианский кинофестиваль проходил с 30 августа. За награды боролась 21 картина. Украинские фильмы на конкурсе представлены не были. Украинские фильмы в новом виде.